Всем привет, продолжаем серию мастер-классов по разработке стратегии электронного маркетинга для B2B-компаний, для компаний со сложным продуктом. Как и на предыдущих занятиях, мы с вами сегодня рассматриваем те инструменты, которые необходимо, скажем, исследовать и немного копнуть в них перед тем, как разрабатывать стратегию непосредственно для нашей компании. Сегодня мы с вами будем говорить про контент-маркетинг, если на предыдущих занятиях у нас с вами такое большое количество было, условно говоря, каких-то там чек-листов, пунктов, да, там того, чего нужно делать, здесь все же будет немного теории по одной простой причине, далеко не все понимают, что такое вообще контент-маркетинг, откуда растут ноги, какие есть для этого инструменты, ну и как он в принципе может быть полезен для компании. Забегая вперед, скажу, опять же, что для B2B-компаний, для компаний со сложным продуктом, где клиенту нужно обучать, где клиенту нужно вызывать определенную степень доверия, да, то есть это не продажа там айфонов, каких-то еще таких вещей, то есть там, где нужны консультационные услуги, где нужна экспертность, одна из единственно верных стратегий, не единственно, одна из верных стратегий, это контент-маркетинг. Это то, что уже много лет используется активно на Западе, и то, что постепенно пробегает, скажем, да, в России, там, на примере некоторых кейсов некоторых компаний. Окей, немного вот теории, как бы, да, маркетинга вообще из классики, из оффлайна. Существует определенная такая модель, да, там, развития маркетинга в стране, как он развивался, как он двигался. Так вот, у нас в России большинство компаний сейчас находится на уровне развития 30-х, там, 70-х годов, как США. Это так называемая концепция интенсификации коммерческих усилий. Что это значит? Это значит то, что компания совершает какие-то активности рекламные, маркетинговые, выстраивает там продажи, все остальное, свой бизнес только для того, что, ну, извините за такой жаргон, как бы, чтобы впарить клиенту какой-то продукт. Большинство компаний не думает о том, что с клиентом будет дальше, большинство компаний никак не заинтересованы о том, чтобы клиент глобально там был как-то счастлив и доволен. Интересует одна задача – взять, продать товар как можно быстрее, там, и все, как бы, да, ничего больше это не волнует. Отсюда, в принципе, и подход, который транслируется в интернет-маркетинг. Большинство компаний не выстраивают никакой системы электронного маркетинга полноценной, не вкладывают деньги в инструменты долгосрочные, какие-то там, как качественный контент, какие-то и прочие вещи все. Все занимаются частую контекстной рекламой, там, лендинг-пейдж, все, погнали, вот-вот и весь интернет-маркетинг. Но это неправильно. Если, скажем, раньше наше общество, как бы, ну, позволяло, там, и в каких-то до сих пор городах, регионах, это очень неплохо работает, и с каким-то типом продуктов до сих пор это хорошо работает, то вот тематики, скажем, B2B услуг, да, опять же, да, такая история, согласитесь, не сработает на лендинг-пейдж. Слушай, осталось 50 секунд, если не найдешь свое имя, то там, 3-процентная скидка на экскаватор закончится какой-то, да, глупости, то это не работает. Если, скажем, интернет-маркетологи старой волны занимались вот односторонней коммуникацией, выкатывали рекламу, агрессивную какую-то там, все вот эти вот активности, не предоставляли никакой полезной информации, а вот так вот кричали, там, купи, купи, купи там наш товар, наш товар самый лучший. То есть мы показывали продукт в первую очередь, то вот маркетологи уже новой волны, да, те, которые занимаются вот инбаут-маркетингом, так называемым, контент-маркетингом, есть разные названия этого подхода, это выстраивание коммуникации с клиентом, это двухсторонняя активность. То есть люди приходят сами в компании в итоге, да, то есть там не нужны активные продажи зачастую. Это выстраивание такой системы, когда клиент сам обращается, когда клиент обращается к экспертам, когда компания предоставляет какие-то полезные, интересные материалы для них. И в первую очередь, как бы маркетолог, да, конечно же он продает продукт, но при этом он как-то развлекает пользователей, предоставляет какие-то полезные, нужные материалы. То есть это не просто вот коробочка, деньги, все, до свидания. Это выстраивание каких-то взаимоотношений. Здесь важно понимать, что контент-маркетинг это не реклама ни в коем случае в прямом виде, ни в коем случае это не реклама. Это генерация, постоянная причем, да, качественно, актуального, интересного и полезного для пользователей контента, которая позволяет вот людям уже в определенный момент взять и решить какую-то свою определенную задачу. Это полномерная работа по созданию, да, то есть важное слово здесь полномерное и постоянное. Нельзя вот взять, начать там писать какие-то статьи, там три месяца, условно говоря, там вести, по три вебинара в месяц тоже проводить какие-то мероприятия, что-то еще, а потом бац, все это прекратить и сидеть почивать на лаврах. Нет, этого не будет как бы, да, то есть в таком случае контент-маркетинг не работает. Если уже впрыглись в эту историю, то это останавливать, скажем, локомотив нельзя. Но через некоторое время эффект будет такой, что вы сами обалдеете. Что дает вообще генерация вот этого экспертного контента вообще? Какие преимущества для компаний? Ну, как я уже говорил, сейчас неоднократно это статус экспертов. Да, если компания чем-то делится, если предоставляет какую-то информацию, у потребителя в голове скалывается впечатление, что ага, ребята в этом разбираются, значит я могу к ним обратиться там по решению этих проблем. Ага, они уже там строили такие сложные там какие-нибудь IT-коммуникации системы, значит они смогут решить этот вопрос, там, или и так далее, и так далее. Да, то есть показывают какие-то кейсы решенные, и люди воспринимают уже как специалистов вас. В голове опять же у человека крутится такая идея, слушайте, ну если они за бесплатно рассказывают, как решить такие проблемы, как сделать то-то и это, что они вообще делают за деньги тогда? Следующая история, ну это банальное требование поисковых систем. Да, качественный, уникальный контент, работа с поведенческим фактором, чтобы люди дольше находились на сайте. Поэтому если вот те ребята, кто давно уже там в SEO-продвижении, прекрасно знают, что очень неплохо запихнуть там видеоролик на страничку, да, чтобы человек там задержался какое-то время, поизучал ее. Какой-то качественный контент с красивыми там инфографиками, чтобы люди посидели, посмотрели, поизучали, быстро поняли информацию, достаточно хорошо конвертировались. То есть вот эта история, которая была там еще несколько лет назад, с огромными портянками текста, бессмысленного совершенно, да, не заточена под пользователей, а только под поисковых роботов, это постепенно уже все сходит на нет. Вопросы лояльности. То есть да, опять же, экспертный, качественный, полезный контент позволяет делать совершенно удивительные вещи. Но одна из таких вещей, как бы, это вопрос с торгами и ценой. Когда клиент уже знает четко, что вы в состоянии решить его проблему и задачу, как бы, да, здесь зачастую торгов никаких нет, да, то есть клиент уже согласен, как бы, он понимает, что, окей, я отдаюсь в руки профессионалам, специалистам, они сделают там ремонт в моем офисном центре какой-то, да, там, например, там, либо что-то еще. Такая вещь, собственно говоря, она не происходит, если мы занимаемся активными продажами или активной рекламой, да, там вас будут пытаться продавливать и говорить, слушайте, вот, а я там дешевле видел, а там то-то, как бы, да. Здесь, когда приходят к вам, понимают вашу уникальность, особенности, как бы, этих вопросов не возникает. Ваши конкуренты уважают вас, да, то есть им тяжело уже, когда идет вопрос там от клиентов, слушайте, а что вы про ту компанию думаете, а про эту, им уже тяжело говорить, что, слушайте, ну, вот это какие-то нехорошие ребята, да, потому что это сказать очень тяжело, потому что есть очень много полезного контента, от них эксперты, полезная различная информация, их на рынке, опять же, уважают. И зачастую, благодаря вот этому контенту, удается создавать какие-то такие коалиции в отрасли, когда компании между собой дружат и, в принципе, вместе развивают рынок. Еще, опять же, один из пунктов по лояльности – это поиск сотрудников. Ну, даже по себе, по своей практике мы знаем, что еще года 3-4 назад размещая там резюме на HeadHunter где-то еще, несмотря на хорошие условия там по зарплате, по условиям, мы получали там 30, 50, 70 откликов в вакансии. Сейчас же при размещении этих вакансий мы получаем там по 400, по 600 откликов от соискателей, которые работать хотят у нас. То же самое происходит у клиентов, когда они занимаются контент-маркетингом, и о них знают все и потенциальные сотрудники, и клиенты, и конкуренты. И появляются так называемые адвокаты бренда, люди, которые готовы защищать вашу компанию в социальных сетях, в каких-то дискуссиях, рекомендовать вас. И вот удивительная вещь, которую тоже, опять же, мы обратили по своим клиентам, по своим проектам, о ней еще говорил Михаил Таковинин из Qsoft о том, что зачастую обращение приходит от людей, которые не пользовались услугами компании, но давно за ней следят, и они рекомендуют их как экспертов, да, то есть люди, которые не пользовались, что действительно дико как-то и странно, но они рекомендуют эту компанию, люди приходят, обращаются и по рекомендации уже работают. То есть это вот создание такого сарафанного радио. Ну и важный момент, опять же, да, с финансовой точки зрения. Контент-маркетинг – это долго, это дорого, как бы, да, это вкладывание определенных инвестиций в рекламу. Но в отличие от той же контекстной рекламы, когда у нас уже будет определенный пул контента сгенерирован и создан, у нас будет стабильный поток заявок, потому что этот контент никуда не девается. Видео остается на канале на YouTube, его находят по этим запросам. Статьи в блоге также находятся в поисковых системах по этим запросам. Группы в социальных сетях живут, люди рекомендуют вас, происходит обсуждение вашего контента. Плюс, опять же, дешевеет та самая контекстная реклама за счет качественных сайтов. И в идеале, как бы, вот, инбаунд-маркетинг, да, вот вся эта история с контентом, она должна быть выстроена таким образом, что если вот вы взяли в один день, отключили рычаг контекстной рекламы, ваша компания все равно растет. Приходят новые клиенты, другие клиенты делают повторные продажи, покупки с помощью мейл-рассылки и так далее. Паровоз движется вперед, как бы, да, это вот такая идеальная картина. Ну, те, у кого в голове крутится вопрос, сколько вообще на это надо времени убить, как бы, ну, ответ очень простой. На это уходит, там, минимум, полтора-два года. Как бы, это в таких идеальных вариантах, если вы с самого начала поймете, какую сделать контент-стратегию правильно, если вы сразу же выберете какие-то верные форматы, а зачастую этого не происходит. Приходится тестировать и понимать, что конкретно нужно для вашей аудитории. Так что, эта история глобально на 2-3 года. И, опять же, контент-маркетинг – это для B2B-компании, для компаний со сложным рынком. И что самое важное, это для компаний, которые создаются для того, чтобы развиваться, чтобы становиться лидерами в своей отрасли, в своей нише, а не компаний, которые сделаны, чтобы там разово быстро срубить бабла, закрыть их и менять как-то бизнес. Немного истории, да, про контент-маркетинг. Впервые, скажем, вот в такой современной истории, в 1996 году прозвучала эта фраза и стали активно об этом как-то разговаривать. Понятно, что это еще было там в офлайн-эпоху глобальной, да, там только в интернете что-то зарождалось в западном. По факту, как бы, да, вот такие механики контент-маркетинга используются уже там более 124 лет. Замечательный товарищ Агюст Эткер, я думаю, все знают там этот бренд, сейчас, который есть на своем пекарском порошке, размещал рецепты там, как готовить блинчики, пирожки с этим порошком пекарским и так далее. Потом, через несколько лет он создал справочную книгу по этим рецептам. Компания John Deere, наверное, многим, опять же, известно, кто работает в такой сельскохозяйственной тематике, да, то есть это всевозможные тракторы, оборудование, сельхозтехника, всевозможные и так далее. С 1895 года, представьте, 120 лет назад, да, стали выпускать журнал «Бразда», в котором они совершенно практически не размещали никакой своей такой прямой рекламы, в котором они просматривали проблемы жизни фермеров, какие у них есть там, как правильно вести бухгалтерию, когда правильно там сажать, собирать картошку и так далее, да, то есть вот ребята еще более 120 лет назад стали наращивать свой экспертный уровень. Какие у нас есть инструменты, да, конкретно уже переходим к каким-то рабочим вещам. Ну, понятно, наши публикации авторские всевозможные в нашем блоге, на нашем сайте, на не нашем, еще про распространение немного поговорим. О чем можно писать? Да, тем, на самом деле, вот если в голову что-то не лезет, достаточно много. В книге вот Дениса Капунова «Контент-маркетинг и рок-н-ролл» есть замечательный чек-лист на 22 пункта, когда уже совсем фантазия вас покинула, да, о чем можно будет написать полезным? Про современные тренды там в своей тематике, провести какой-нибудь конкурс среди читателей, сделать советы для начинающих, рассмотреть, как решался определенный какой-то кейс, какие-то инсайды, открытия, которые у вас случились в последнее время, вот вы там работали все время по такому-то алгоритму, взяли и изменили какой-то пункт в своих бизнес-процессах и наступило счастье. То есть вот тут читайте этот чек-лист, смотрите презентации, как бы читайте вообще эту книгу, достаточно такой учебник, да, чек-лист, потому что нужно делать в интернете с контентом, и будет вам счастье. Откуда вообще брать тему, да, помимо вот этих вот подсказок? Как бы, ну, все, понятно, должно базироваться, опять же, на поисковых системах. Почему? Потому что это трафик, который условно бесплатный со временем становится, самый там недорогой, да, там есть активно все-таки продвигать. И что мы должны делать с вами? Вот на этапе, опять же, исследований, постановки целей, понимания сегментов своей целевой аудитории, мы с вами поняли, кто есть наш клиент, какие у них есть потребности и задачи. То есть наша с вами задача собрать поисковое ядро здесь, да, там все, которое есть. Собрать, как мы с вами говорили на занятии про поисковый маркетинг, транзакционную часть, продающий запрос и информационную. Как сделать то-то? Сравнить это с этим? А что лучше, товар А или товар Б? Исходя из вот этих вот информационных запросов и будут формироваться, опять же, темы для статей, для публикаций. Опять же, еще один из источников получения тем для контента. Ну, само собой, это общение с своими клиентами напрямую. Либо там по телефону менеджер узнает какую-то информацию, либо при заявке люди задают очень много вопросов, что они не могут найти эту информацию, не могут понять, как им правильно сделать выбор. Либо использованы системы мониторинга социальных сетей, там, форумов всевозможных, таких, как Equubus, Yuskan и прочее. По практике у нас даже есть кейс, по клиенту, там, за два с половиной года собрали все отзывы, которые были, там, порядка 1250, но это дало почву работы, там, для негатива. И, как бы, самое главное, это дало, там, порядка 25-30 тем о том, о чем нужно писать, о том, что людей волнует, о том, что они не понимают, что у них может вызвать какое-то определенное раздражение. То есть, это, опять же, подсказки того, где можно брать этот самый контент. Электронный журнал. Вот здесь пример, прямо сейчас, той самой борозды, да, того самого журнала, который выпускается в электронном виде и находится в онлайн-формате на сайте johndeer.com, куда можно зайти, опять же, почитать. У них есть вот электронная версия, которую на сайте можно полистать, есть версия с мобильным приложением, где также это можно смотреть. Чуть-чуть журнал изменился, но, опять же, смысл в том же самом. Помощь своей целевой аудитории. Еще один из полезных инструментов текстовых, контентных, это методичка. Или white paper, как называют его за границей. То есть, определенный документ, там, в PDF-формате зачастую, который содержит, там, пошаговый алгоритм решения какой-либо определенной проблемы или задачи. Просто так ее скачать нельзя. Нужно ввести свои данные, там, имя, контакты и так далее. Вы получаете эту методичку, компания, которая разместила, получает ваш контакт, и уже вы попадаете в базу потенциальных клиентов, в дальнейшем она работает. Здесь очень классный кейс от сервисвебинар.ру, потому что, ну, здесь с работы, прямо, наверное, 100% целевой аудитории подписывается, потому что никто не будет скачивать методичку по тому, как правильно вести вебинары, кроме тех, либо кто их уже ведет, либо кроме тех, кто интересуется, как это делать. Наверное, все-таки есть третья категория, которую смотрят на мастер-классе, там, где упоминается эта методичка, и ради интереса посмотреть, а что же это такое, как это функционирует. Но наш человек, он, скажем, такой со смекалочкой, как любит это говорить. Ну и маркетологи сами по себе, в принципе, люди такие, испытливые, умом должны быть. Очень интересный кейс, мы в свое время обнаружили, когда анализировали конкурентов для нашего клиента. Смотрите, в поисковых системах вводим запрос «Купить септик», получаем выдачу из различных компаний, ну, все прям, как старик Агилл рекомендовал объявление. Запрос, стоимость, выгоды, там, УТП, преимущества, все замечательно, там, про доставку и прочие вещи. И вот среди вот этих всех объявлений попадается объявление с таким заголовком «Выбирай септик осторожно, пять приемов, как обманывают продавцы септиков». То есть ребята пошли не продавать товар, как бы, да, в этой тематике достаточно конкурентно. Они поняли, что это делают все, а они стали использовать другую стратегию. После попадания, после клика на это объявление человек попадает на страничку совершенно простым дизайном, где написано «Ребят, введите свои контакты, и мы скажем вам пять способов, как вас обманывают, где вы можете проколоться, где вы тратите лишние деньги». Люди вводят свои контакты, там, в течение полутора, по-моему, двух недель им приходит пять писем, где рассказывают эти приемы, подробно, на что обращать внимание. И после приходит шестое письмо с предложением «Хотите подписаться вообще в принципе на нашу рассылку?» «Подписывайтесь». Да, человек таким образом попадает в базу. У человека, опять же, уже формируется доверие компании, о том, что да, действительно не разбирается, ой, да, в моей практике был такой случай, что меня с этим септиком накололи, и так далее. Следующий тип контента важный – это инфографика, да, то есть это тот контент, который очень хорошо разбегается по социальным сетям. Надо, опять же, исследовать, как бы, актуально ли это для вашей тематики, используют ли это конкуренты ваши. Опять же, у нас с вами уже есть список, да, там, площадок с предыдущего занятия в социальных сетях, там, информационных порталов, где мы можем размещать эту информацию. Надо подумать, может ли этот инструмент быть актуален в вашем случае или нет. Презентация. Да, тоже совершенно замечательный формат, особенно для тех компаний, которые, ну, в сфере каких-то там, не знаю, IT-услуг, консультационных, бизнес и так далее. Опять же, можно использовать на своем канале Slideshare, специальный сервис, да, вот эта вот социальная сеть, в кавычках, так ее назовем презентацией. Можно закачивать презентацию, вот как с вебинара прямо сейчас, то, что у нас с вами запись, занятие идет, да, с полезной информацией. Кстати, на нашем канале Slideshare комплекта вы сможете скачать тоже эту презентацию. Либо создаются отдельно какие-то исследования, какая-то аналитика, какая-то информация, либо какая-то подборка, как вот здесь вот в примере от Нотологии, где они собрали 70 с лишним там полезных ресурсов для интернет-маркетолога. И посмотрите внимательно, количество просмотров 82 тысячи, да, то есть с лишним, 82 тысячи человек смотрело эту презентацию. Ну, может быть, меньше, может быть, кто-то там по несколько раз смотрел. Причем число это, я уверен, с момента публикации этого слайда уже изменилось тоже. То есть достаточно полезный, нужный инструмент. И опять же, в чем фишка? Мы при показе вот этих презентаций можем встроить форму по сбору контактов, по сбору имейла там или аккаунтов LinkedIn, в дальнейшем это использовать уже для наших рекламных целей. Сайт. Если у нас опять же с вами сложный продукт, который вот нельзя просто продать в лоб, такой, как вот в этом примере с компанией, которая продает Аэросани. Чтобы вы понимали, Аэросани – это такой механизм, я не знаю, да, там транспортное средство, штуковина, которое стоит там в среднем 2 миллиона рублей, которое умеет передвигаться по воде, по снегу, по льду, там, по болотам, по полям. И она, как вы понимаете, ну, достаточно такая не очень дешевая история, как бы покупают ее там частники, охотники, всякие рыболовы, там, как в результате исследований удалось выяснить, что покупают им частники, там, прочая организация, которым нужны средства по передвижению, по пересеченной местности. И когда вот, скажем, одна история, ты заходишь на сайт и понимаешь, в чем преимущество конкретно этого оборудования, скажем, этой тематики, да, там, конкретно этого товара. И когда мы заходим к конкурентам, мы видим вот такой замечательный сайт, где указана тоже стоимость, там, миллион с лишним, да, там, миллион 174 стоит, там, самая простая модификация, и написано, есть вопросы, оставьте форму. Как бы это совершенно, ну, непонятная история. Да, товары с такой ценой так продаваться, как бы, не должны. Окей, свой видеоканал, видеоконтент, обучающие видеоролики, обучающие видеосеминары, инструкции, как самому там выложить из блоков, там, свой дом, там, я не знаю, там, что-то еще. То есть очень-очень много различного полезного контента есть на просторах интернета, и, ну, такая маленькая подсказка, с видеоконтентом в России там умеет работать буквально единицы людей, там, можно пересчитать их, там, по пальцам, наверное, одной руки, кто действительно делает качественно и хорошо. То есть практически в любой тематике бизнеса эту нишу можно занимать смело, никто этого не использует. Опять же, мы можем показывать тот нужный контент, который нам есть для пользователей, опять же, мы можем проводить вот эту вот видеорекламу на других каналах с системами таргетинга, чтобы люди подписывались на наш канал. По нашему опыту очень действенный инструмент, очень хорошо работает, потому что определенной категории людей гораздо проще посмотреть видеоролик, где им все на пальцах объяснили, показали, и они уже принимают решение, делают свой выбор. Следующий инструмент, который тоже связан с видеоконтентом, да, косвенно, это вебинары. Возможно, для вашей тематики, для вашего бизнеса, для вашего продукта это тоже может стать отличным средством коммуникации с вашей целевой аудиторией. В нашей практике есть примеры, когда вот для клиентов мы проводили вебинары для наших, которые продают сложное строительное оборудование, и очень скептически были настроены они к этому, как бы, ну, кто там будет смотреть эти вебинары, кому это интересно. Но так как большая часть, скажем, их потенциальных клиентов, все-таки это как бы не там Москва и Питер, а регионы, решили это попробовать. То есть в колл-центр собрали там базу порядка 400, если не ошибаюсь, там 500 контактов потенциальных клиентов. Специалисты колл-центра два человека там за несколько дней обзвонили, пригласили, выслали письмо. В итоге там человек порядка 250, что ли, там 200 зарегистрировалось, в итоге на вебинар пришло 40 с лишним человек. То есть вдумайтесь, по строительной технике, да, со всех регионов страны пришло порядка там 40-45 человек, которые активно дискутировали, задавали вопросы, между собой спорили, чья компания лучше, методология. И, собственно говоря, после этого вебинара у этой компании там было пару обращений от клиентов, там контракт, кто-то обращался еще уже после. То есть для кого-то этот вебинар стал первой точкой контакта с этой компанией. Дальше они уже подписались на других каналов, на рассылку, за ней следили и коммуницировали. То есть это также может быть мощный инструмент для вас. Если рассматривать тематику там каких-то услуг, я не знаю, там продажи, да, там консультации, там прочая всякая история, опять же те вещи, которые в воздух, которые нельзя пощупать, у них нет каких-то, да, ощутимых параметров. То есть тоже сложный продукт. В интернете очень много тоже площадок полезных, интересных, где можно делиться своим опытом, где можно рассказывать какую-то полезную, интересную информацию. Как один из вариантов канал SeoPult.TV, например, другие сервисы типа «Зелёна», «Нотология» и так далее, которые как-то более-менее связаны с бизнесом. И в каждой тематике тоже есть свои порталы, которые также проводят эти мероприятия. И можно их опять же использовать для, скажем, продвижения своей марки, своей компании. Онлайн-конференции. Ну, здесь уже история такая более глобальная, более масштабная. Когда компания чувствует себя достаточно уверенно на рынке. Когда компания дружит со своими конкурентами, тире коллегами по цеху. Когда компания не боится, скажем, пригласить всех, собраться, да, и продвинуть это мероприятие, собрать там огромное количество людей и рассказать им, поделиться опытом. Да, то есть, ну, например, мы два раза в год сами проводим онлайн-конференцию электронного маркетинга для B2B-компаний. Там каждый раз в среднем собирается порядка там полутора тысяч регистраций людей. Компания получает какие профиты после этого? Видеоконтент, контент для статьи, для обзоров. Опять же, подписную базу там из такого достаточно серьезного количества подписчиков, отзывы, распространение информации в интернете. Ну и опять же, выстраивание более глубоких отношений с своими партнерами и коллегами по цеху, что сподвигает дальше куда-то выстраивать какие-то более серьезные стратегические союзы. Также это может быть актуально там и в вашем бизнесе, да, и в вашей среде. Ну, может быть, не обязательно онлайн, может быть, оффлайн. Рассмотрите и этот инструмент для себя. Важный момент. Генерация контента – это очень хорошо. Как бы, да, генерация качественно крутого контента – это еще лучше. Но вот есть такая ошибочка у начинающих контент-маркетологов. Вот человек пыхтит, пишет полторы недели, там, две недели какую-то статью крутую, модный термин, как сейчас говорят, лонгрид, да, там вот этот, с огромным количеством прокруток, с кучей скриншотов, иллюстраций. Вот он выкладывает свой блог, как бы, и смотрит, там, 15 человек. Все замечательно, хорошо, как бы, и вот эти вот две недели, они провалились просто никуда. Если вы, скажем, у вас, ваши каналы, как бы, коммуникационные еще пока не прокаченные, да, то есть если у вас там трафик, там, тоненьким ручейком идет, делайте этот контент не на своей площадке, делайте этот экспертный контент на сторонние ресурсы, какие-то порталы, группы в социальных сетях и так далее, сеете эту информацию, распространяете. Потом уже со временем, когда у вас, скажем, популярность вашего блога, там, или информационного портала станет достаточно такой серьезный, увесистый, вас будут знать в отрасли, как бы, да, и ваш сайт, и ваша площадка может стать тем местом, куда вы закидываете контент, он по сети разбегается. Первичнее надо использовать все-таки сторонние площадки. Однозначно это email маркетинг, как бы, да, это отдельная глубокая тема для B2B-компаний, для компаний с сложным продуктом это очень крутой и мощный инструмент. Не гнушайтесь офлайн изданиями, как бы, да, то есть у них есть и офлайн версии, и онлайн, есть ваша целевая аудитория, и поверьте мне, катаясь тоже по России, командировок по России у меня достаточно немало, и приходится общаться с руководителями различных предприятий, ну, гарантированно, да, там, практически у каждого второго на столе я вижу там, либо журнал «Генеральный директор», там, «Коммерческий директор», либо какие-то там тоже журналы есть по маркетингу у маркетологов, это люди читают, как бы, да, то есть это, если там в Москве уже, у кого-то там нет времени, да, там, читать, там, или они читают в электронном виде, то, опять же, в регионах руководители компаний активно изучают контент, различные издания, различные публикации, то есть старайтесь, опять же, делать качественный контент, и вас туда либо пригласят, либо сами напрашивайте, чтобы ваши статьи там публиковали. Работа с лидерами мнений, как бы, да, опять же, если вы там небольшая компания, делаете какой-то интересный продукт, интересную услугу, которая не конкурент к какому-то старшему брату вашей отрасли, ну, подружитесь с ними, устраивайте с ними совместные какие-то мероприятия, да, там, используйте их контакты, как некоторые коллеги называют, там, взаимоопыляйте базы своих подписчиков, да, там, рассылками всевозможными, то есть попробуйте выйти на рынок, да, там, уже через другую партнерскую, как бы, базу, которая есть, да, либо через экспертов, каких-то специалистов, что-то дайте на тест, попробуйте узнать и так далее. То есть вот это та информация, которая, скажем, ну, это те основные направления, в которых можно действовать, опять же, двигаться. Но у вас вся эта информация уже по большому счету, как бы, должна уже быть на руках к разработке стратегии, и к подбору, опять же, вот этих вот площадок конкурентов, где можно размещать рекламу, об этом мы говорили в предыдущем занятии. Забегая чуть вперед, как бы, да, отъесть немного кусочек занятия по разработке самой стратегии. Как вообще вот этот весь контент-маркетинг вписывать в стратегию? То есть, ну, если нам, например, понятно там SEO-продвижением условно, да, то есть мы собрали семантику, там, из-за, не знаю, двух тысяч запросов, составили там логическую структуру сайта, составили там раздел под продажи, условно говоря, и под контент. Под контент, ладно, с ним потом разберемся, заполнили по продажам, запустили сайт, стали размещать там какие-нибудь естественные ссылки хорошие там и так далее, ссылки там по форумам, по прочим историям, с социальными сетями все понятно, как делать. А что делать с контент-маркетингом вообще, как бы, да, то есть, как к нему подходить вообще, как генерить контент на основании чего, как его распространять. То есть, что мы с вами здесь должны делать, ну, давайте по шагам пробежимся на небольшом примере. Ну, первично мы должны сформулировать цели, как бы, четко, для чего мы вообще этим контент-маркетингом будем заниматься. На примере компании, которая занимается продажей 3D-принтеров. Ну, например, цель перед контент-маркетингом сформулирована не до конца правильно, специально, чтобы можно было разобрать этот пример. Мы хотим популяризировать эту технологию в России, получить статус экспертов. В данной отрасли получается 120 заявок ежемесячно, со средним чеком в 90 тысяч рублей, ну, это цены докризисные еще, сейчас эти, наверное, принтеры там дороже стоят уже. То есть, ну, 120 заявок ежемесячно средним чеком в 90 тысяч рублей, это, в принципе, понятно, как бы, да, то есть, основной упор продукции, про которую мы будем писать, это, наверное, продукция из этой ценовой категории, в своих там статьях, изданиях, вебинарах, семинарах и так далее. Хотим популяризовать технологию в России, а что значит популяризовать, да, то есть, какие критерии вообще, вот смарт-цель должна быть измерима. Ну, например, сейчас 3D-принтер спрашивает там 100 тысяч человек в месяц, мы хотим, чтобы спрашивали там 500 тысяч человек в месяц, там, сейчас там по опросам на каких-то там порталах, 5 человек из 100 знают, что такое, да, там 3D-принтер, как он работает, мы хотим, чтобы их знало там 35 человек, как минимум. Хотим получить статус экспортов, что такое статус экспортов, да, это слишком такая вот размытая история, как бы, ну, например, там нас 5 раз пригласили на конференцию, у нас там 5 авторских статей, там, у нас подписчиков в группе, там, такое-то количество, то есть, здесь определенно вот эти вот самые критерии должны все-таки быть, и надо их четко выстраивать для себя. Пункт номер два, сегменты целевой аудитории, исходя из вот той глобальной сегментации, которая у нас с вами первично сделана, надо понять вообще контент-маркетинг, на кого он будет направлен, зачастую бывает так, что не на все сегменты клиентов, да, то есть, условно, там, каких-то клиентов мы не сможем зацепить с помощью контента, ну, и по моему опыту, как бы, да, опять же, там, владельцы бизнеса каких-то серьезных компаний, если вы работаете с крупняком, ну, они не читают никакого контента, никакой информации, да, то есть, ваша задача воздействовать на людей, которые в компании являются вот, скажем, зачинщиками, да, там, этого запроса, эти люди, которые первые делают, скажем, запрос, слушайте, а может быть, нам нужна такая технология, или может быть, нам нужна такая техника, такой продукт, как бы, да, то есть, мы понимаем, что если директора не пишут, ну, для них не надо, наверное, писать контент, да, там, окей, этим интересуются, там, главные инженеры, там, окей, значит, будем писать для них, да, ну, в данном примере с 3D-принтерами, да, там, кто это может быть, там, архитекторы, ювелиры, стоматологи, хендмейд-мастера, домохозяки, которые всякие вот эти вот штучки делают ручками и не знают о том, что, в принципе, свои хендмейд-всякие штуки можно делать и украшения с помощью принтера, да, там, напечатать, потом уже налепить на них стразики и продавать, там, в своей группе во ВКонтакте условно. Поиск мест концентрации, то есть мы определились с этими сегментами, смотрим, где их искать нам, то есть, ну, в поисковой системе, опять же, порталы всевозможных групп, в социальных сетях лидера мнения, опять же, те, кто есть, имейл-рассылки свои, либо партнерские, какие-то онлайн-мероприятия, вебинары, конференции, прочая история, там, либо оффлайн-мероприятия, каналы на YouTube, там, где могут находиться, к примеру, к примеру, в данной тематике, там, эти люди. Анализируем конкурентов, если отдельно этого анализа не проводилось, анализ с точки зрения контента, но это должно было быть сделано, потому что мы это обсуждали на занятии про анализ конкурентов, поэтому этот слайд я пробегаю. И выбор каналов распространению, то есть вот мы выбрали площадки, мы поняли, где находится наша целевая аудитория, где она концентрируется, через что ей удобно получать контент, и останавливаемся. Окей, мы будем вести блог компании, мы заведем свой канал на YouTube, мы будем проводить какие-то вебинары, социальные сети определенные, там, и заниматься имейл-маркетингом. Далее выбираем тип контента, который мы будем создавать под каждый из этих каналов. В блоге компании мы будем выпускать обзоры новых моделей, пошаговый алгоритм изготовления, как правильно отсканировать товар, как его загрузить, что сделать, чтобы он распечатался правильно, какие-то интересные истории из отрасли, рассказать о том, что в Китае прошла выставка симпатичных женщин в платьях, которые были напечатаны на этих самых принтерах, рассказать какие-то самые сложные проекты, кейсы, какие-то там тоже необычные вещи. На канале на YouTube мы будем укладывать обучающие ролики, показывать самые сложные проекты, обзоры новых моделей. На вебинар-платформе мы сделаем учебный курс, там будем проводить его раз в два месяца для всех своих клиентов и потенциальных клиентов о том, как правильно пользоваться этими самыми 3D принтерами. Ну и после того, как мы уже с этим всем определились, мы с вами разрабатываем операционный план именно по контенту. Да, то есть что мы будем с вами делать за год, какие хотим использовать инструменты, да, в каком объеме. Дальше дробим это все на кварталы, на месяца. То есть мы в своей практике, например, делаем такую штуку, что глобальный какой-то стратегический план, написали все инструменты, что мы хотим попробовать за год, расписали все это в майнмэпе, огромный такой, да, этот паук. Потом выделили часть работ, которые нужно сделать там в первые три месяца. Какие работы нужно сделать в первые три месяца, что будет связано с работами там в следующие три месяца условно. Потом из этого паука трехмесячного разбиваем часть уже там на ближайший месяц, как бы операционно уже расписывается по задачам, по планам, как это действует. То есть у вас в итоге должна быть такая история, что в месяц мы, например, там четыре статьи в блоге публикуем, там прокачиваем их в своих социальных сетях там партнерских. Публикуем в Фейсбуке какой-то контент, проводим один вебинар на своей площадке, один на сторонней, заливаем видео на YouTube, прописываем все теги, прокачиваем ее, популяризируем и так далее, делаем там одну инфографику с посевом в группах в социальных сетях там в своей рассылке, там два выпуска это email рассылки проводим. То есть у нас должен быть четкий план по генерации этого контента. Очень часто возникает вопрос о том, слушайте, еще этот контент, он же дорогой вообще, как он окупается, что он делает, как бы первично, скажу откровенно, ближайшие там несколько месяцев после старта этих работ, ну достаточно тяжело будет понять вообще прибыльность этого дела. Да, это работа, которая приносит действительно результат, пользу, на которую вот в первые месяцы, полгода посчитать очень тяжело. Да, здесь либо надо все-таки в это как бы поверить, посмотреть, что делают коллеги по отрасли и двигаться в этом направлении, либо вообще в это дело не лезть. Это история с долгим откликом. Да, бывают исключения, когда какая-нибудь статья одна взрывная прямо вышла, прямо какой-то классный контент, сложились звезды, попали в супер-пупер какой-то портал, все, о вас все узнали как бы, но в большинстве случаев это не происходит. В большинстве случаев идет полномерная работа по сбору своей базы, клиентской уже, да, и дальнейшему развитию и прокачке, опять же, работы с этой контентом. Окей, это было занятие по контент-маркетингу в рамках серии наших мастер-классов по разработке стратегии электронного маркетинга для компаний B2B и для компаний со сложным продуктом. В следующем нашем занятии мы с вами поговорим о том, как интегрировать вообще все полученные знания, вот эти вот информации, эти исследования, которые мы делали на каждом занятии, в какую-то единую стратегию, что там может быть, что там должно быть, чего там быть не должно и как это потом в дальнейшем использовать уже на практике в своей компании. Всем спасибо и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова